А по улицам Тюмени уже скоро будет ездить легендарный советский автомобиль ГАЗ М1 МК. Выпускали его в 30-х-40-х годах на Горьковском автозаводе. Всего с конвейера за 6 лет сошло почти 63 тысячи машин. Ну а до наших дней дожили очень мало экземпляров. Их стоимость доходит до миллиона. Но восстановление раритета удовольствие не дешевое. В этом убедился и наш коллега Никита Белов. Мастер на все руки. За свою жизнь Евгений Бобриков восстановил больше 20 ретроавтомобилей. Однако сейчас все его мысли о главном. ГАЗ М1 уже через несколько месяцев будет на ходу. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Говорят, мечта стоит немаленьких денег. Правда? Это правда. Расскажите, пожалуйста, о том, сколько вы в эту малышку вложили это прекрасное произведение искусства. На сегодняшний день уже вложено полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. И еще предстоят траты. Еще, ну, уже не полтора, но в районе еще 1200-300. Самое дорогое здесь это работа и запчасти. Автомобиль попал в руки мастера в плачевном состоянии. Многое пришлось сделать с нуля, а остальное реставрировать. Надо быть большим специалистом. И изучить внимательно дизайн и размер, чтобы вот это все получилось вот так, как оно сейчас все выглядит. Вот. Она сейчас, то есть, именно как вот с завода прям. Все, все по, вообще по точным размерам. При покупке автомобиль отправили на экспертизу. Поставить М-ку на учет помог Геннадий Лоточкин, который тогда руководил областной госавтоинспекцией. Посмотрел документы, как бы, ну, и решил, что экспертизу, все машина прошла хорошо. Это достаточное основание для постановки на учет. Каждый инструмент в своей мастерской Евгений может найти на ощупь. Рассказывает, придумал множество ноу-хау, которые даже можно запатентовать, но пока нет времени. Над машиной еще работать и работать. Ближайшие планы – провести электрику. Остекление, оно где-то там само собой придет. И последний этап – это салон. Салон какие трудности возникают? Да прежде всего финансовые. Погонный метр ткани – две тысячи рублей. Ее надо сюда порядка двадцати, наверное, метров. Несмотря на то, что в реставрацию вложено столько денег, после восстановления Евгений над раритетом трястись не собирается. Говорит, будет ездить на М-ке каждый день, как на самом обыкновенном авто. Никита Белов, Владимир Кондратьев, Тюменское время.